Всероссийский реестр объектов спорта предназначен для систематизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов, используемых для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план. Говоря иначе, аккредитация, которую успешно прошел и республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи». Отныне здесь можно проводить полномасштабные соревнования и организовывать в своих стенах сборные тренировки. В первую очередь, это обеспечивает нам выполнение государственных требований федерального закона 329 о физической культуре и спорте, исключает возможность аннулировать результаты соревнований, которые проводились у нас на базе, и устраняет наложение административных штрафов больших на организацию, это около 300-500 тысяч рублей. Потому что объект, не находясь в реестре, во всероссийском реестре объекта спорта, не имеет права проводить подобного рода мероприятия. В статье 37-й федерального закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации указан весь перечень необходимой информации об объекте для внесения в реестр. Это адрес, наименование объекта, его пропускная способность, площадь, расположение, сведения о лице, в чьей собственности находится учреждение, наличие или отсутствие сооружений для размещения и обслуживания зрителей в соответствии с их требованиями безопасности. И так далее. Десятки подпунктов. Внесение во всероссийский реестр объекта спорта дает командам сборной России приезжать к нам на тренировочные сборы. Это большой плюс для наших местных ребят, спортсменов, потому что мы можем их уже включить в этот сбор, чтобы они могли провести тренировочный процесс со сборной России и получить от них опыт. Загруженность на данный момент у нас очень хорошая. До августа месяца у нас все забронировано, календарный план весь расписан. Я думаю, сейчас после внесения официального во всероссийский реестр, я думаю, будет загруженность увеличится вдвое. Внесение республиканского спортивно-тренировочного центра во всероссийский реестр объектов спорта именно сейчас, как нельзя кстати, ведь 27 по 30 апреля здесь будет проходить чемпионат Республики Ингушетия по художественной гимнастике. А 7 по 14 мая пройдут всероссийские учебно-тренировочные сборы с главным тренером предвьюниорской сборной Российской Федерации по художественной гимнастике Екатериной Сиротиной. Впервые в республике будут проходить такие сборы такого масштаба, где будут участвовать 30 регионов Российской Федерации. Для наших гимнасток, для наших девочек эти сборы, они получат колоссальный опыт с таким тренером, потому что будут работать 6 специалистов, от хореографа до тренеров, у которых уже имеют чемпионов мира по художественной гимнастике, каких-то олимпийских чемпионок. Дети, естественно, готовятся, все волнуются перед таким сбором большим. Ну и самое главное, что в республике наконец-то появился такой спортивный зал и спортивная база, которая имеет аккредитацию и официально может проводить соревнования и до всероссийских соревнований. Спортивно-тренировочный центр в Мужичи после реконструкции открыли в 2021 году. Новый трехэтажный корпус отвечает всем современным стандартам. Также провели реконструкцию во всех остальных зданиях центра. Все это в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». Для тренировочных сборов на базе центра есть все условия. Здесь спортсмены могут проходить подготовку к большим турнирам и чемпионатам. Теннис, волейбол, баскетбол, воркаут, спортивные площадки можно увидеть в различных точках тренировочного центра. Оценить качество работ тогда приехал глава Ингушетии. Это была его инициатива провести здесь масштабную реконструкцию. Где-то год-полтора назад, когда я сюда приехал, эта база собой представляла такое подобие, что не такое. После этого было принято решение. Такое красивое место, очень удобное место. И в дальнейшем, чтобы могли наши спортсмены и жители республики заниматься спортом, нам было принято решение реконструировать полностью данный объект. Поэтому мы приложили все силы. И сегодня, как мне известно, до двухсот человек могут за раз заехать в эту базу, в центр, и проводить здесь сборы. Я хотел бы поблагодарить подрядчика, который здесь честно, по-хорошему, ответственно отнесся ко всем объектам, которые здесь находятся. Я хотел бы поблагодарить министра строительства, главу района. Глава региона добавил, что жизнь центра отныне должна пойти по другому курсу. А помимо сборов спортсменов, в его стенах должны проходить и другие спортивные мероприятия. А также база должна стать местом семейного и детского отдыха. Здесь ведь можно проводить и конференции, здесь можно и спортивные мероприятия. Я просил директора и министра спорта составить график, где есть окна на выходные, чтобы наши семьи могли сюда с детьми выехать через Минтруд. Есть возможность такая оплатить те или иные путевки. То есть он должен функционировать и жить республикой, с семьей, с жителями, чтобы участвовали здесь. И главы района, чтобы могли провести свои какие-то мероприятия общие. Только каждый должен внимательно относиться и беречь то, что сделано. То, что сделано. Это для нас очень важно. При этих обстоятельствах я хотел бы поздравить себя, вас, наших жителей, республику, что у нас есть такой комплекс. Я вам скажу, на сборах спортсмены много где были. Я тоже посещал спортивные комплексы. Но наш лучший. Ну давайте так, чтобы не обижать никого. Он среди лучших, на равных лучший. Вот так вот я выражу. Чтобы не обидеть другие регионы. Поэтому давайте в путь. Давайте заниматься. Давайте привлекать сюда детей, наше поколение. И сегодня вот олимпийские чемпионы. И наш свежий, так сказать, испеченный его мусор. Вот. И все-таки в этой части у нас сегодня праздник. Я хотел бы, чтобы это ежедневно, как это положено, использование его полную силу. Сюда вложены достаточные деньги, чтобы здесь все было. И прачное, и столовое. В республиканском спортивно-тренировочном центре есть все условия для организации сборов. Несколько спортивных площадок. Проводить занятия здесь могут, играя в волейбол, баскетбол и футбол. Также есть универсальный спортивный зал, ориентированный на спортсменов любой категории. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова построен новый спальный корпус. Обновлены административные и досуговые помещения. Все это увеличит шансы на прием государственного заказа. Внесение объекта в реестр позволит использовать знаки соответствия сопроводительной документации и заключать контракты с крупными компаниями. Иными словами, с помощью реестра возможно обеспечить легальный статус объекта спорта, поддерживать заведенный порядок организации и проведение спортивных мероприятий, создать условия для честных соревнований и сформировать новые источники финансирования. Адам Мережков, Джамария Султыгов, Новости 24.